Вы сейчас чарлите где-то? Что делаю? Чарлите где-то. А что такое? Ну, сзади просто комарка синяя. Вы сейчас в тюрьме или нет? Там синий. Так я могу включить свет, чтобы вы посмотрели. Нет, вы сейчас в тюрьме или нет? Какой в тюрьме? Это квартира? Это квартира? Квартира. А что? Не кажется вам не так? Не-не-не, все нормально. Просто если вам так нравится, хорошо. Да не то, что нравится. Я переломил себя, что мне нравится. Я делаю то, что Богу угодно. Это чтобы приезжают гости. Я здесь делал этажами, чтобы было где ночевать. Да это у меня квартира, она одна такая на страну. Дело в том, что когда я вернулся из заключения... А, ну то есть вы, короче, сидевший. Я за слово Божие сидел в 87-м году. Я поясняю вам. Я диссидент. Узники совести были. Я первой в стране, первой в стране насчитал и распространил архипелаг ГУЛАГ. Брал интервью репрессированных. Не просто так. Я реабилитирован со всеми льготами политзаключенного. И когда вернулся, я стал... Раз я не виновен, верните, что изъяли. А я создал самую крупную в мире фонотеку. Переводы делал с разных языков. О Боге, о вечности. И оказалось, что по государственным расценкам, они мне должны. 11 миллиардов. 11 миллиардов. Да, теми деньгами, недоминированные, которые были. Так вот, речь идет о том, что сделали КГБ в стороне, а хотя по их санкции входил МГБ. А виновна оказалась городская администрация. Нет, а вас за что именно посадили? Еще раз говорю, я насчитал на пленку, тогда пленки были такие, катушки, примерно 50 книг духовных. 12 томов Иоанна Златоуста, 12 томов Жития Святых, Библию, Добротолюбие. То есть, в общей сложности 2500 часов слушать надо было. Но насчитал еще и архипелаг ГУЛАГ. В первой стране я распространил его. Интервью репрессированных, стихотворение. У меня 4 тома по 800 страниц стихов. Вон что значит как. Да. И, а теперь, когда кончилось, и статьи такой нет в законе, все убрали. 190 прим. А мне Бог дал опыт. И теперь вам должны 11 миллиардов. Да, должны были, но... Инфляцию? Теми, теми. И когда суд окончился, я закончу мысль. Бог дал, Бог дал. Такой судебный исполнитель. Она явилась в городской администрации и говорит, пока с Лапкиным, Игнатием, Тихоновичем не рассчитаюсь, арестованы будут все счета. Ни один бюджетник не получит. А у них, оказывается, власть такая большая. И тогда у меня глава администрации, мэр города. А в мэр города входит десятку лучших мэров России. Баварин Владимир Николаевич. Прокурор края, Параскун, Юрий Федорович, генерал-лейтенант. Все собрались, говорят, Лапкину руки, ноги не вставишь. Меня и пытали, и все, что делалось. Так давайте сделаем так. Что нужно? Я говорю, нам нужно где-то место, где мы отдельно молимся. Мы православные, но хотим отдельно общину создать. И вот тогда мне предложили на выбор. Одна, как раз, Краевой суд, где есть. И здесь освод, спасение на водах. Но вот тут одно здание, два здания. Одно отдали этим. В Афганистане воевали, афганцы называют их. И когда приехали, у главы администрации города, помощник тоже афганец. А они тут на костылях все пришли. Мы, говорит, только тут сделали, отремонтировали. А вы, он говорит, государственная необходимость. Лапкин выбрал это место. Центральный район. О, рядом красота. А вам даем лучшее место. Ну и все. И суд завершился. Мировое соглашение. Мэр города приехал. Краевая газета, корреспонденты все сфотографировали. В газете большая статья. Лапкин предпочел храм недвижимости. И, ну, 13 соток. И два здания. В одном мы молимся, а в другое, вот тут через стенку у меня вторая квартира, точно так же оборудована. Приезжают люди, чтобы ночевать могли. А я начальник детского лагеря сам. 45 лет без помощи государства. Тысячи детей подняли. А вы вообще каждое воскресенье ходите в церковь? Я не расслышал. Еще раз. Вы каждое воскресенье ходите в церковь? И субботу, и воскресенье, и когда праздники. Каждый день. Каждый раз. Да вы прям верующий из верующих. В верующих. Так мы каждый день молимся. Это утренняя молитва. Я вам скажу. Вы все можете увидеть. Это семь раз в день по сто поклонов. И утренняя вечерняя почти тысячи поклонов каждый день. Мы верим. А это что за штука была такая? А это называется щетки. Щетки. Как лестовка. Что вы с ней делаете? Молимся. Как вот? Молишься и по одной перебираешь. Сто поклонов. Это один раз. Я просто думал, что вы себя бьете ей. Ну ладно. Нет. Это вот видите тут. Видите как крестик. Вот она. Я не знаю. Вам видно или нет тут? Да, видно. Видно. Но это в церкви продаются. В церкви. В любой. В любом храме. А вот если вот так вот вы будете грешны. И вот так вот вам Бог скажет. Типа, что вы себя изувечили. Вы изувечите себя? Что делать с себя? Если вам Бог прикажет изувечить себя. Вы изувечите себя? Я не совсем понял. Все нужно. Я знаю, что Господь меня призвал. Он умер за меня. Христос. Я верою живу в Него. Верой в Него. И поэтому у меня эта книга на столе. Настольная. Я 57 лет ее держу в руках. После армии обратился. Хотя в Бога верил. Мама рассказала еще, когда я был там года 2-3. Уже знал, нельзя в пионеры вступать. Нельзя пить, курить, материться, воровать, иметь дело с женщинами. И меня Бог от этого спас. Мне 80... То есть вы с женщинами дела не имели? Не имел. Не имел. Только вот законно женишься когда-то, тогда все как положено. А вы женились? А? А вы женились? Ну вот она, жена рядом тут у меня. Так. Ну то есть все очень нормально. По закону, но нормально, чтобы венчины было. Иначе это все разврат, что в ровлетке делается. И Бог меня от этого спас. Мне 81-й год. Я в пяти университетах вел занятия. 13 школ. Все отделы милиции, прокуратура, КГБ, заводы, фабрики, воинские части. Это моя паства. И три радиопрограммы каждую неделю. Одна онлайн, часовая. И поэтому у меня накопилось много вопросов. Я на них отвечал. А потом попросили выразить это в книгах. У меня вышло 38 томов книг. А что, кстати, в вашем понятии Бог? Сколько чего? Что в вашем понятии Бог? Как написано, так и есть. Создатель. Бог есть любовь. Ответ. Иван, евангелист Иоанн пишет об этом. И Господь позволил мне книги эти издать. А теперь положил мне Бог на сердце библиотекам подарить. Я в Барнауле живу. Доехали до Владивостока, а потом до Лиссабона, Прибалтика, Скандинавия, Север и Турция. Я подарил 650 городов и сел свои книги. На 35 миллионов. А вам не кажется, что любовь это элементарная психологическая основа человека, чтобы он любил родственников своих близких своих? У нас это на первом месте. Ну, значит, это не то, что плохо, это просто психология? Ну, я вам сказал, для того, чтобы вы знали. Если вы зайдете, вот два слова только запишите на память. Игнатий Лапкин. Это я. Ну, я вас понимаю, хорошо. И вы в Скайпе, дальше слушайте, в Скайпе зайдете, я скину вам материал. Вот здесь в Ютубе у меня, в Ютубе, 17300 роликов. Да, я понимаю то, что у вас там много роликов, но вы понимаете, что любовь это психология человека, чтобы любить своего ближнего. Это семью, близких своих людей и друзей. Это не то, что Бог, это ваш личный мозг ваш так делает. Знаете что? Вот мы хорошее хотим делать, а там в аду много хороших. Все люди грешники. И поэтому Господь сказал, я вас создал, я вам дал этот космос, люди, сами. Откуда у тебя глаза, откуда у нас? И я создал тебя в утробе матери. Космос сам себя создал, ну ладно. Это физика. Ну, допустим. Это не физика, это любовь Божия. И он избирает человека. Это физика. Ну ладно. Володя, подожди минутку. Включи там свет. Хорошо, включай. Покажи, тут человек любопытный такой, вот так. О как, ого, большая коморка. Да. Продолжайте. Ну, что продолжать-то? Для Бога жить. Иисус взял грехи на себя и умер за нас. Вот, допустим, в Третьяковке идешь, и там есть одно помещение полностью. Явление Христа народу Иванова. А, блин, в Египте 25 квадратных метров всем фараонам. Ну, плохо, что я не все понимаю, когда говорите, вот. Ну, дело в том, что вы говорите, что в Третьяковке дофига места, а в зимнем дворце вниз спустишься, там 25 квадратных метров про Египет говорят. Ты с ней фараонов верить? Володя, подойди сюда. Володя, здравствуйте. Мир вам. Так, станция, что будет. Он говорит, что там есть место. Где? Где вы сказали-то? Зимний дворец, первый этаж. Зимний дворец, первый этаж. И там много говорят о Египте. Ну и что? Ну, вы говорите то, что если много слишком метров квадратных, значит, это слишком так благоусловлено. А если я прихожу на первый этаж, и там Египета много, значит, я должен верить в египетских фараонов. Ну, это вы сами делаете. Это ваш выбор. Вот это правильно, кстати, вы говорите. Это вы правильно говорите. У кого-то свой выбор. А вот когда Господь сердце коснется, и тогда ты будешь вставать, молиться ночью, и ты будешь знать нужду, и мне звонят с разных континентов. Австралия, Америка, помолитесь, помолитесь. Почему? Бог полагает на сердце, что Бог принимает от кого-то молитву. Только помолились, там сразу изменения звонят. У нас такое-то. Я ни при чем. Бог это делает. Нет, но все равно признайте то, что у каждого человека свое мнение. Правильно? Ну, понимаете, вот я 57 лет с Библией в руках. И говорит так, каждый свое мнение. Какое мнение? Уже не мнение, там, не точка, а кочка-то. Ну, я же он то, что сказал, там, подобное, то, что у каждого свое мнение. То есть я могу спуститься вниз, там, в фараон, я в них верю, а в Бога не верю. Ну, в Бога не веришь. Его нет у Бога, значит. А в Библии, вот она Библия, ее писали примерно 40 авторов. Из центральной книги. Для меня есть наука. Это самое главное. Я еще раз говорю, там псалтырь есть. И она написана, псалтырь, 3000 лет назад. 13-й псалом говорит, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Причина, они развратились, совершили гнусные преступления. Нет делающего добро, нет ни одного. Тут ничего больше нету. А почему не верят? Чтобы не отвечать ни за счет, что делаешь. Сам себя утешает. Но умрешь, узнаешь. Когда умру, я, может быть, в атома переборачиваюсь. Зачем? Зачем? Два места есть только. В рай и ад. Господь говорит верующим. Сына Божия, иметь жизнь вечную. Мы все космические дети. Продолжение большого взрыва. Вот если у вас желание будет больше что-то узнать, вопросы задавать, в скайпе Игнатий Лапкин. Два слова зарядите. Хорошо, хорошо. Все, до свидания. Храни вас Господь. До свидания. Вас как звать? Звать-то как вас? Кирилл. Кирилл? Молодец. Подождите. А вы знаете, что означает Кирилл? Это, как я знаю, это сделал Кириллицу. Сейчас. Русскую, грубо говоря, азбуку. Сейчас, подождите. Прям одну минутку буквально. Я живо найду. Когда-то я эти имена там, не знаю, как это. В школах, когда бил занятия. Так, сейчас буква К. Кирилл. Минуточку. Кирилл. Кирилл. О! Я даже запоял. Это имя персидское. Означает солнце. Ух ты! Ни фига себе. Вы только, Кирилл, не забудьте это. Кирилл, это церковный календарь. Спасибо, что подсказали. Это солнце. Отсюда вывод. Ты будь солнцем, освящай людей. А вот... Спасибо большое. Я скажу. Исаия, Исаия пророк. Это 750 лет до Рождества Христова еще. И он, 8 глава, 20 стих, пишет так. Если они говорят не по Слову Божию, то нет в них света. А в 83-й Псалом, 12 стих, написано так. Господь есть солнце и щит для уповающих на Него. Ух ты! То есть слово... Кстати, если честно, вы единственные верующие, с кем интересно общаться. Реально. Вот с вами вот интересно поговорить. Просто кого я встречал, никто ноль абсолютно в религии, в истории не шарит. С вами интересно общаться. Знаете, здесь вот с чатурлетки половина мужиков голые валяются, никому не нужная. И процентов 80 мусульмане. А у нас другая книга. Я ему сразу раз. Ваша книга. Ух ты! Считай, я говорю, что? Коран. Я говорю, считай, что написано. Они, может, говорят, тут баран. Такие же, как мы. Вот. И мусульмане. Вот у меня одна книга, 38 томов вышла, посвящена Корану. Впервые это было за мировую историю, за 1300 лет. Я разбираю суры и аяты, все во свете Библии. Что об этом говорит Библия. И что 1300 лет о них было сказано, и как они себя вели. У меня три тома, посвященные евреям. Каждая книга, 752 страницы. Талмуд разбираю. И что евреи, и чем закончатся. Библия говорит, чем мир закончится. Все сегодня во власти евреев, все эти деньги, средства массовой информации, юриспруденция. Тем не менее, все книги написаны людьми. Библия говорит о том, будет один правитель над всем миром, денег не будет, границ не будет, столица Иерусалим. И придет их в Машеах, по нашему Антихристу, и будет царствовать ровно 3,5 года, 42 месяца. В Библии все это уже... Людьми написаны книги все эти, же не высшим существом. Что? Он говорит, это людьми написано. Да, людьми. В Библии говорит так, писались святые божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. 2000 лет назад, 2000 лет назад уже предсказано было это. 2000 лет. Вот говорится, Чернобыль. А в Библии написано, падет с неба звезда Полынь. И будут отравлены реки, и люди будут умирать. А теперь оказалось, Полынь, черное былие, по-украински. Это Чернобыль. Это 2000 лет назад. Кто еще знает, когда страны-то еще не было? Нет, дорогой. В Библии, может быть, такие есть. Нет. Нет, это Бог предупреждает нас. А может быть, Тунгусский метеорит, который упал, он же в реку упал, отравил воду? Он в метеорите называется, а здесь написано звезда Полынь. Слово Полынь стоит, а Полынь, по-украински... А черный метеор, тоже звезда. Он падает с космоса. Он не отравил ничего. Написано, водоотравленные люди будут умирать. А, ну, он тоже упал в реку. Звезда Полынь, слово Полынь, Полынь, переводится черное былие. Это Чернобыль, черное былие, былинка. Ну, это по книгам, да. Так это Бог делает так. Вот я в 23 года обратился по Евангелию. 57 лет с Библией в руках. Дед, это так пишут люди. Ну, я перед вами живой человек. Хорошо, я вас вижу, да. Да, но это невозможно было выжить. Где я был, когда меня пять тюрем протащили, что делали? А я еще таблетки не сел ни одной. 81-й год. Ну, тюрьмы, да, это плохо. Это хорошо. Я приобрел огромный опыт. И когда вернулся, стал сотрудничать с местным СИЗО. 3700 человек. Бесплатно. Я иду по камерам, выступаю по рации. Они выйдут из тюрьмы. Из тюрьмы меня ищут. У него жизнь переменилась. О, как. О. Я, когда в тюрьму шел, там сколько людей покаялось, которые переменили свои показания. Перестали лгать. И Господь... Ладно, я вас понял хорошо. Да. Ладно. Ладно, я пошел. До свидания. Да, до свидания. С Богом. До свидания. До свидания. Ну, похоже. И так-то я мужчина. Ну, вот мужчина, значит, должен быть с бородой. Это твоя власть. Подкаблучники несчастные. Только не ругайте. А то стыдно будет завтра. Никто не ругается. Ну, ладно. Я на работе нахожусь. Ну, я молодец, что на работе. Ты не валяешься где-то. А тут половина раздетая. Блудом занимаются. Это ужас. Половина ненормальных людей. А это страна такая. В мир такой весь. Содом и Гоморра. А Иисус умер за наши грехи. Воскрес. И ждет нас обновленно. Чтобы мы покаялись. Жили для Бога. Я сам-то верующий человек. Ну, слава Христу. Надо ходить в церковь. На исповедь. В церковь Господь... В свободную вакту хожу. Куда? В свободную вахту, когда дома хожу. Ну, правильно. Вот мы находимся в Барнауле. Алтайский край. А мы находимся в Нижневартовске. Ну, там это нефть добывают. Да. У нас ездили туда. Мы строим православную деревню с нуля. Где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Для Бога надо жить. А не так, не думать. А я умру. Умрешь, куда пойдешь. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. А не верующий, не увидит жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. Евангелие от Яна 3.36. Вот я с мусульманином беседовал недавно. Он ничего не слышит и не понимает. Абу Али. И притом, я показываю Библию, а у нас другая книга. И какая? Какая? Я говорю, вот эта, наверное. Ой, это наша. Ну, вот я говорю, теперь скажи, кто ее написал. С какой целью. Откуда он взял эти данные. Он ни на один вопрос не может ответить. Я гляжу, они как бесноватые. Замкнутые уши. Пишет про Соломона, Сулейман. Я говорю, ну, если он Сулейман, Соломон. А в Библии 4 книги Соломона. Почему он ни одного предложения Соломона не мог написать? Потому что слышал звон, да не знает, где он. Пишет Дувайт, Давыд. Псалтырь такая книга. Ну, хотя бы один стих-то мог привести. Одну строчку. Нету, ничего, нету. И они ничего не задумываются, ничего. А они дружные. Да дружные любая корта собирается в любой стране. И они дружные. Это не ответ. Кто будет проповедать не то, что мы. Проповедовали. Даже ангел с неба или мы. Да будет анафема. Галатам 1 глава 8-9 стих. Я говорю, я не трогаю вашу книгу. Вы здесь посмотрите. В этом свете Библии кто вы будете? Пришли на шестолетие позже. И начинает. Иисус не умирал. Как не умирал? Тогда мы во грехах. И сегодня воскрес, Павел говорит. Такую радостную весель вы отбрасываете. Два миллиарда. Идете путем без Христа. Куда придете? Кто не имеет сына, не имеет отца. И это я вам не случайно говорю. Потому что я не знаю, как вы веруете. Интересно так рассказывайте. Но если у вас есть желание больше узнать, вы ручку имеете написать? Запишите два слова. А потом не пожалеете. Игнатий Лапкин. Это я. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. И вот если вы зайдете по скайпу, я вам скину наши ресурсы. Вот, допустим, сейчас вы можете зайти на наш канал. Канал называется «Во свете Библии». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Там все есть. Все абсолютно. Что вы пожелаете? У нас 17 300 роликов. Это на Ютубе? На Ютубе, Ютубе, да. Игнатий Лапкин. «Во свете Библии». Канал. А если вы зарядите через Google «Во свете Библии», сайт называется «Сайт», такого сайта тоже нигде нету. Там 50 книг моим голосом только насчитаны, Бог позволил. Я в первой стране опубликовал, кроме Библии, Златоуста, Жития Святых, Архипеллах, ГУЛАГ. Но и меня запрятали. Я только в 87-м году пришел. Божий пребывает на нем. Вы сегодня с тебя определяете, где будете после смерти. Я не верую еще. И поэтому что тебя ждет? Разведенка будешь. Разные мужья меняться будут. Дети, если будут, злодеи будут расти. У вас ничего нету. Ни здоровья, ничего не будет. А на Бога надеющийся, у него мирная жизнь идет. У него друзей много. А вас любой обворует. А раз Бога нет, ты знаешь. Ты же все сатана придумал. Как Бога нет, когда все сотворено им? Откуда взялись все? Столько насекомых, птиц, рыб. Ну, значит, мы такие злодеи. Общество злодеев будет. Ну, у вас нормальный разум-то. Вы же видите, как красота устроена. Солнце, луна, звезды. Кто же это устроил? Кто радугу повесил нам? Биологию нужно прохождать. Биологию надо. Значит, комар и слон, это одно и то же. Откуда все разное-то? Или неохота думать? Боитесь, что в мозге жернова будут цепляться друг за друга? Вы верьте в Бога. Не верит человек. Знаете, Монтень говорит, философ французский, только явный преступник. А расскажите тогда, почему я должна верить в Бога? Вы на полпредложение прерываете. Это невежда только. Повторяю, Монтень говорит, у гроба близкого человека и под звездным небом отрицать Бога может явный преступник или идиот. Хорошо, а теперь просто расскажите мне, вот смотрите, почему я должна верить в Бога? Не должна. Нечестивые Богу не нужны. Прелюбодеи, воры, которые очистились через покаяние. Также я сейчас вам могу сказать, почему вы не верите в Аллаха? Почему же? Это тоже вера. Потому что книга появилась на 630 лет позже и взяты только отрывки. Говорится, Дуайд Давид, а ни одного псалма нету.